Пользователи социальных сетей и так называемые гражданские журналисты все чаще составляют конкуренцию профессиональным традиционным изданиям. Здравствуйте, меня зовут Александр Жиров, в эфире программа .Ж. Сегодня мы поговорим о том, почему контент социальных сетей все чаще попадает в настоящие СМИ и почему некоторые журналисты не обращают внимания на то, что творится в социальных сетях. У нас в студии клипмейкер-видеограф Илья Барановский, который своими руками сделал новостной повод этой недели. Кадры из этого трейлера нового российского фильма вы увидите в любом кинотеатре, даже если придете в зал с детьми или пожилыми родственниками. Новое российское кино пытается наверстать упущенное за прежние годы. В коммерческом смысле идеальное сочетание относительно небольшой бюджет и потенциально большая касса – это фильмы так называемой категории Б. Во всяком случае, именно в эту категорию они попадают в США. Психологи говорят, что российский и американский юмор отличаются на уровне менталитета и даже культурного кода. Наше кино за последние годы прошло длительную эволюцию – от подражания американским комедиям категории Б до воспитания собственной скабрезной киношколы. Однако в США даже такие относительно невинные фильмы, как «Американский пирог» вы не увидите в общих кинозалах. У нас же самые лучшие фильмы, в кавычках, прекрасно соседствуют даже в анонсах перед сеансом с постановками классики или детскими мультфильмами. И предъявлять здесь претензии американцам, которые якобы развращают нас, видимо, бессмысленно. Ведь эти фильмы снимаются и демонстрируются у нас, в России. И, вероятно, Виктор Пелевин был прав, когда писал «Антирусский заговор, безусловно, существует». Однако проблема в том, что в нем принимает участие все взрослое население России. Илья, расскажите нашим зрителям, в чем суть вашего конфликта с одним из омских кинотеатров? Хорошо, могу пояснить по существу. То есть, данная ситуация произошла в замечательный праздник 23 февраля. То есть, я со своими родителями, с родным братом, да, то есть, мы отправились в кинотеатр, могу назвать, то есть, киноцентр «Галактика». В нормальное, почти вечернее время, да, то есть, на премьеру фильма «Метро». Категория данного фильма 16+, что является, ну, совершенно, то есть, семейный фильм для всех, то есть, совершенно, да. То есть, посмотрев трейлер, ознакомившись с материалом, да, то есть, мы пошли просто получить хорошее времяпрепровождение, да. Но, по существу, то есть, перед фильмом 16+, был ролик 18+, причем, скажем так, глубоко 18+, если так мягко еще говорить, да, что совершенно, как бы, выходит за все нормы. То есть... Какой это был фильм? Это был фильм, это был анонс, то есть, трейлер фильма «Что творят мужчины», который как раз вот, ну, стартует буквально вот на днях, то есть, представлять ситуацию, да, то есть, полный зал, да, то есть, сидят семьи, дети, там, парочки, да, то есть, девушки сидят, ну, как дети, да, то есть, 16 лет – это дети. И, тем не менее, администраторы… Да, несовершеннолетние, да. И показывают просто такое, что, в принципе, ну, мое воспитание, вот спасибо моим родителям, ну, я краснел, я не знаю, то есть, справа сидит моя мама, а дальше отец, да, слева сидит родной брат. Ну, как бы, с братом мы похихикали, то есть, мы в социальных сетях, конечно, видели, да, то есть, и началось с того, что, то есть, брат говорит, это тот самый трейлер, я говорю, да, и, о, боже, то есть, пошла реакция, да, то есть, ну, просто это выходит за нормы. Сам фильм был идеальный и интересный, то есть, мы долго его потом обсуждали, то есть… Это ты сейчас говоришь про метро? Это я сейчас говорю про метро, да, то есть, не путаем. Сам фильм, то есть, на то, что мы пришли, мы получили огромное наслаждение, да, но по факту, по выходу из кинозала, да, я решил не оставить это без внимания, как это… Ну, у нас, в принципе, общество, оно пассивное, скажем так, в большей мере, то есть, не выделяет, как бы, это все, да, то есть, люди посмотрели, закрыли на это глаза, да, ну, вот, вроде, то есть, не хотят проявлять какую-то инициативу, да, сказать. Я вежливо так отвел родителей, да, подготовил, ну, чтобы они, как бы, вот это все отдельно было, да, подошел к администратору, администратор киноцентра «Галактика» сказала, что она совершенно даже не знает, о чем речь, не видела трейлер, и даже они не попытались извиниться, то есть, видимо, такая ситуация у них в порядке вещей, просто в порядке вещей, что как так, ну, хорошо, да, примем меры, да, но это было на таком уровне, что как так, то есть, вам что-то не понравилось, да, то есть, кино не видели, я решил, как бы, не оставить это без внимания, решил сделать, как бы, такой шум, да, то есть, причем на такой активной ноте, потому что по-тихому я не умею, вот, вот это все вылило в социальные сети, и меня поддержало большое, огромное количество человек, которые также высказали свои ситуации, которые также присутствовали в других кинотеатрах, киноцентрах нашего города и видели то же самое. И буквально спустя только третий или четвертый день после просмотра, то есть, это было уже 26-е, по-моему, да, 26-е число, 25-е, то есть, киноинженер киноцентра «Галактика» сказал, что прокатчики согласились вырезать данный трейлер из картины, то есть... Это только в «Галактике» или в других кинотеатрах тоже есть какая-то информация? Как пояснил киноинженер, да, киноцентра «Галактика», данный трейлер вещался, ну, это со слов киноинженера, да, только в «Галактике», именно перед фильмом, да, что в других киноцентрах нет технической возможности как-то вещать. Я не знаю подробности, да, то есть, как это все происходит, но с других слов, с ваших слов, с других слов, что люди присутствовали в других кинотеатрах, достаточно крупных, известных, солидных киноцентрах нашего города, видели то же самое. То есть, этот беспредел также существует в других киноцентрах. Понятно, что есть проблема с вот этим вот разведением трейлеров, скажем так, по возрасту, да, и не всегда соответствует. Скажите, вот эти цифры, когда 18 плюс 16 плюс 12 плюс появились, мы все, ну, или так, кто-то благодарен, кто-то нет, депутату Госдумы Томской области, значит, Леонид Борисович Мизулиной за появление вот этих вот цифр. Как вы, собственно, относитесь к этому закону о защите детей от информации, которая негативно на них влияет, и, ну, изменилось ли что-то вот после того, как этот закон начал действовать? Я считаю, что, по сути, ничего не изменилось. То есть, эти цифры просто лишь указали на какую-то ограниченность. Тем самым, я считаю, оно даже подстегивает ребенка 15 лет посмотреть, а что же там такое 16 плюс. То есть, если было бы мне 12 лет, да, допустим, мой, всегда же запретное, оно всегда желанное. А что же такое? То есть, честно говоря, то есть, я вижу только одну границу, то есть, в этом понимании. 18 плюс, и все. То есть, все, что ниже, оно доступно для всех. Семейный просмотр. Нормально, да, что люди могут прийти, конкретно, допустим, кинотеатр, да, любые, допустим, там, средства обещания, да, и так далее. И знать, что сейчас ничего не будет. Сейчас будет нормально, да, это может посмотреть мой ребенок, это может посмотреть, то есть, ну, все, да. И дальнейший, то есть, уровень градации, да, 18 плюс. Но, опять-таки, 18 плюс разное бывает, да. То есть, не скрою, в том же фильме «Метро», возвращаясь, да, к ходе на категории 16 плюс. Да, есть определенные цены. Почему стоит 16 плюс? Я считаю, только из-за, ну, понятно, что там такой экшен, да, активный, понятно, что десятилетние там могут не понять, да, не в этом дело. Первый фильм начинается с постельной сцены, ну, так она и показана художественно. То есть, акцент не на действии, да, скажем так, а на творчестве, да, то есть, показано красиво, показано, но, опять, просто сюжетно показано, да, то есть, соответственно, видимо, именно из-за этой первой сцены фильма как раз сделали ограничение 16 плюс, что является нормой, то есть, это этично, это нормально. Вы сами занимаетесь видео, вы видеограф, клипмейкер, да, там, по-разному это можно называть. Вам приходилось снимать такие клипы, такие ролики, которые вы бы своим детям не показали? Категорию 18 плюс? Категорию 18 плюс. Категорию, ну, опять-таки, да, я повторюсь, то есть, 18 плюс разные бывают. Есть моменты, которые я не скрою, допустим, до 18, может быть, неэтично показывать, да, но если мы говорим прям про то, что мы подразумеваем 18 плюс, честно, даже в нашем городе были такие предложения, я от них отказывался, если мы говорим прям про самую жесть 18 плюс. Про просили 18 плюс. Да, прям вот 18, прям плюс-плюс-плюс, да, то есть, были такие предложения, ну, в теме, да, но нет, у меня такой практики нет, и я не вижу, как бы, интересно. Я говорю именно про творческую составляющую, то есть, чтобы это было искусство. Вы на ситуацию обратили внимание в социальных сетях. Собственно, выложили ВКонтакте, да, вот после этого, как уже рассказали, там огромное количество перепостов, лайков и так далее. Люди поддержали, я так понимаю? Большинство поддержало, то есть, ну, конечно же, есть процент людей, которые, ну, люди разные бывают, соответственно, да, то есть, разное кино для разных людей. В большинстве случаев меня люди поддержали, то есть, это совершенно адекватные, нормальные мои друзья, приятели, да, то есть, люди разных возрастов, да, то есть, в большинстве поддержали. Это о чем говорит? Что народ нормальный. И, то есть, в большей мере, если в Москве это норма, то для нас это не норма, для России это не норма. Москва и Россия, или все-таки? Москва и Россия, я специально так сказал, да. То есть, есть Москва, а есть остальные, ну, как бы, есть страна Россия, то есть, две страны, да. То есть, если в стране Moscow City, да, то есть, это норма, совершенно такие трейлеры, и никто даже не будет обращать на это внимание, то в России я очень рад, что есть реакция, есть отдача. Я думаю, что если в дальнейшем будет такая агрессия со стороны зрителей, нормальных зрителей, которые просто хотят получить наслаждение, нормальное просто от просмотра, есть такая реакция, то я думаю, что киноцентры задумываются. То есть раз, два, три, десять обращений. То есть здесь вопрос престижа. Не появилось какого-то желания, может быть, общественное движение основать? Общественное движение? Честно, да. Да, то есть я хотел как-то, ну не то, что хотел, да, то есть на уровне мыслей, то есть как-нибудь сделать такую активистскую группу. Но этим надо заниматься, вы же понимаете, то есть на любую активность уходит очень много времени, эмоций. То есть я как бы эмоциональный человек, и, допустим, первые два-три дня после этого меня вот колотило от этого всего, в силу моего характера, что так, я не могу просто так это успокоиться, проглотить. То есть это все очень бурно дискуссировалось, то есть буквально сейчас, только-только сейчас успокоился на эту тему. Я почему спросил про социальные сети, да, и заострил на этом внимание? В социальных сетях я видел, я видел перепосты, я видел лайки, да, я видел, что люди об этом писали, да, и поддерживали, и говорили, Илья молодец, но я не видел, чтобы в СМИ обратили внимание на эту проблему, хотя все-таки, ну, если мы говорим о новостных поводах, об информационных поводах, по-моему, достаточно сильный. Сильная тема, но, опять-таки, я повторюсь, общество не активно в этом плане, и никто не хочет обращать внимание, пока это прям жестко не коснется этого. Если директор какого-нибудь крупнейшего издания, там, любого медиа, там, источника, да, сходит со своей семьей, там, на какой-нибудь детский мультик с детьми, и будет вначале трейлер «Пила-6» в 3D там какой-нибудь, да, с резней, с мясом, со всем с этим, да, вот тогда, я думаю, что отец задумается, да, то есть это будет шум, это будет скандал, то есть когда кого-то конкретно, вот именно в жестком таком виде коснется, да, что люди пришли на мультик, а такое, я уверен, такое есть, и такие случаи были, и с администратор киноцентра «Галактика», да, то есть сообщало, что такие случаи у них уже были, то есть типа норма. Я могу честно сказать, что я обращал внимание ряда СМИ, да, журналистов ряда СМИ на этот ваш пост и вообще в целом на ситуацию, да, то есть потом в развитии показывал, что вот человек один раз обратился, скриншот приложил свои переписки, да, потом чем это вот это закончилось, да, мне сказали абсолютно честно, ну, понятно, да, что не для прессы, не называя конкретных СМИ, мне сказали, нет, наш коммерческий отдел не пропустит эту информацию. В этом плане вы ведь не имеете отношения к СМИ, я специально это уточняю, потому что концепт нашей программы мы приглашаем журналиста. Косвенно, но я не журналист, если, ну, как бы, косвенно. Да, ну, вот. Я прямую, я не кричу налево-направо там в газетах. Невольно вы стали, скажем, автором, да, такого достаточно серьезного материала, да, в общем, странно, почему не стали журналисты. Так вот, у меня к вам вопрос вот именно как к пользователю, как к потребителю контента СМИ. Вас устраивает то качество омских СМИ, которые мы имеем на данный момент? В глобальном смысле, то есть это что, это различные интернет-сайты, новостные, то есть это вообще все. Ну, в целом, да, то есть понятно, что существуют разные каналы, да, там это интернет, это телевидение, это печатка, да, и так далее. Но, тем не менее, мы же получаем все равно информацию, да, из разных каналов. Как вы бы могли оценить ситуацию, которая складывается сегодня в омских СМИ, и темы, которые там поднимаются, насколько они действительно волнуют потребителей? Я могу ответить так, что по-разному. То есть есть актуальные темы, которые, ну, они редко, то есть именно вот сама суть, как бы забольное, как говорится, задеть, да, мне кажется, она возникает редко. Все иногда вокруг да около, либо если какая-нибудь новость, она извращается в какой-нибудь форме, с каким-нибудь там заголовком, да, лишь бы привлечь, да, по сути идет все не в тему, а потом на этом же сайте или там, не знаю, где-нибудь, да, под новостью идут там 333 комментария, опять-таки 18+, какие-нибудь, да, это никем не модерируется, то есть сами авторы, да, то есть это признают. Я могу как раз привести пример, есть один из знаменитых и раскрученных у нас интернет-новостных ресурсов, да, нашего города. Вот, я обращался с просьбой, а почему у вас комментарии не модерируются, да, то есть просто там такой хаос творится, да, главная страница буквально, да. А это же как бы, ну, мнение народа, то есть отвечает. Свобода слова. Да, свобода слова, свобода слова, каждый, что хочет, что говорит, то есть не является нормой. Что делать? Что делать для того, чтобы контент СМИ соответствовал пожеланиям пользователей, пожеланиям потребителей, читателей, зрителей? Если мы говорим про киноцентр, например, да, допустим, если я прихожу на 8-16... Ну, в том числе, потому что это тоже канал распространения информации. Я считаю, что потребители этой информации должны реагировать, больше реагировать на какие-то несоответствия в СМИ, там, не знаю, в музыке, в кино и так далее. Чем больше будет отдачи в этом, да, что люди не согласны. Каким образом? Не превратится ли это просто вот в такое обилие черных комментариев? Я думаю, что нет. Я считаю, что, допустим, один раз, допустим, сказать, да, вот такую, то есть второй, третий и, может быть, с пятого раза уже там тот или иной кино... Ну, конкретно, вот просто удобно на примере киноцентра, да, допустим, говорить. Уже задумывается, что престижно ли, что название крупнейшего киноцентра нашего города фигурирует в таких комментариях, да, что даже после этого много комментариев и много людей, посмотрев этот отзыв, решили пойти в другой киноцентр. Впоследствии они увидели то же самое, как мы убедились, да, что этот ролик, этот трейлер был везде, везде, да, но просто люди сменили свое мнение. Либо ввести систему штрафов, то есть какие-то жесткие штрафы, допустим, на ограничение. То есть не соответствует там какая-нибудь передача на телевизоре, да, допустим, там они регламентируют, что это 12+, а там идет что-нибудь поинтереснее, да, такое, да. Вы не боитесь, что в данном случае мы попадем, ну, в такую определенную ловушку, да, которую создадим сами для себя, потому что, ну, это касаемо нашего заочного оффлайн-беседы, да, по этому поводу, потому что, на самом деле, если мы сейчас можем ввести какие-то ограничения для, ну, условно, вот такой вот трешевой, черной аудитории, да, не коснутся ли потом эти изменения, эти запреты нас самих, да, то есть нас, нормальной интеллигентной аудитории, которая… Я считаю, не нужно здесь переходить, не надо смешивать, то есть какую-то вот нашу жизнь повседневную, да, то есть там… И то, что… И средства массовой информации, да. Вот здесь, кстати, важный момент забыл пояснить, то есть в чем разница, да, в киноцентре, вообще почему такая агрессия, да, почему такая, ну, не агрессия, то есть почему такая реакция зрителей, да. В киноцентре нет возможности переключить канал, то есть мы присутствуем в закрытом пространстве, нет возможности сделать потише, переключить канал, как-то убрать, да, сменить, да, уйти в конце концов. Ну, ну, в принципе, можно уйти, да, выйти, ну, как бы, простите, да, мы не подписывались на это, да. Ну, кроме того, выплатили деньги. Да, заплаченные деньги за просмотр, да, то есть здесь ограничено, ровно как и все остальные средства, да, то есть какие-то там мероприятия, да, то есть организаторы должны нести полное ответственность за то, что они делают, несут в люди, да, в массы, в хорошем смысле, да. И не нужно путать это, то есть массовость, да, с тем бытовым, как бы с нашей повседневной жизнью. Я могу пригласить ребят, гостей, там, друзей домой себе, да, мы заказали суши, мы можем смотреть все, что угодно, да, то есть это наше право. Мне понравилось, переключим канал, да, пришли в гости, там, родственники, родители, да, ну, согласитесь, да, при родителях я не буду включать какие-нибудь телевизионные каналы, на которых я заведомо знаю, что там будет что-то неподходящее под данную тему, то есть не нужно, как бы, так жестко, как бы, самих себя заглонять в эти рамки, да, то есть тот же журнал какой-нибудь, да, там, лежит на полочке, но никто не просит его открывать, да, то есть у нас в жизни есть право выбора, да, то есть мы можем говорить, можем не говорить, можем смотреть, не смотреть, в кинотеатре у нас этого выбора нет, мы пришли на конкретный просмотр. Ну, фактически у нас есть некий глобальный выбор, да, то есть мы выбрали вот пакет услуг. Мы выбрали пакет услуг, при этом особо не понимая, с чем это состоит. То есть мы сидим вот там, кто с попкорном, кто с чем, кто без ничего, просто, да, люди готовы вот здесь, да, и здесь как бы насильный просмотр, вот, смотрите, смотрите, вот, вот так. В этом смысле, опять же, возвращаясь к тому, что из себя представляют сегодня СМИ, ну, не только в Омске, да, но и в России в целом, когда мы говорим все-таки вот такой определенной трэшевой направленности, ну, условно, да, потому что желтые темы, черные темы, да, можно там придумать какие угодно цвета. Вот вы не связываете то, что к кинотеатру у вас появились претензии, да, потому что в данном случае вы здесь заплатили. Конечно. А СМИ, если мы говорим об интернете, да, а не опечатки, вы употребляете, грубо говоря, бесплатно, да, вы платите провайдеру за доступ в интернет, и, опять же, вы имеете выбор, не попадем ли мы, опять же, в ловушку в определенную, да, потому что, да, с кинотеатром мы можем, на кинотеатр мы можем надавить, но на СМИ у нас нет фактически инструментов влияния. Вопрос-то не в деньгах, то есть нельзя смешивать, это же деньги, да, то есть, ну, как бы я вообще в эту сторону не смотрю, да, то есть этика и, как бы, финансовые моменты, да, то есть заплатил, да, то есть я заплатил. Этот вопрос должен, конечно, тоже стоять, да, что я купил какой-то пакет, предоставьте мне это за то, что я заплатил. Но на первое место я оставлю все-таки этику, да, то есть какая-то мораль, этика, нормы какие-то, да. Я не требую киноцентра вернуть... Старые садисты фильмы. То стоя. Если говорить про стоимость билетов, я абсолютно не требую вернуть стоимость, да, там, или еще что-то, да, я вообще даже про это, можно сказать, не думал. Я получил свое наслаждение от фильма, то есть за что я заплатил конкретно за просмотр этого фильма, мы получили наслаждение, даже про это не думал, то есть я за правоту, чтобы все было по-честному, то есть меня обманули, по сути, и обманули всех в зале. То есть другое дело, что кто-то просто так вот хихикал, да, типа, а, это тот самый трейлер, там, а, помнишь, да, мы вчера там ВКонтакте, а, вот он, да, идет, да, то есть, но я не согласен с этим, то есть нет, надо наказывать. Илья, если мы смотрим на этическую сторону, да, если мы говорим об этической стороне, уж коли вопрос выбора, да, и вопрос цены этого выбора, да, мы оставили в стороне, если мы говорим об этике, опять же, я гнув в свою сторону СМИ, да, поскольку передача посвящена СМИ, посвящена журналистам, вы говорите немножко о другой стороне, но тем не менее, да. Да, у нас общие вопросы, да, общие вопросы, это все смешно. Почему у нас начинают появляться вот подобные фильмы, да, то есть, ну, условно говоря, самые лучшие фильмы, в кавычках, вопрос даже не в том, почему они стали появляться, да, потому что, если мы смотрим на США, например, там фильмы категории «Б», они никогда не выйдут вот в общий зал, где, понятно, могут оказаться дети, там, что-то еще, вот, почему у нас вот граница эта стерлась? У нас люди не видят этой границы совершенно. Если мы проводим аналогии с зарубежными фильмами, да, все эти, вот, там, «Американский пирог» и так далее, все вот эти, пироговая, вся эта тема… «Американский пирог не трогать», это культовая… Хорошо, «Мови 43», я видел этот трейлер, да, вот, ну, опять-таки, даже там эти темы, они как-то все равно вокруг да около, ну, опять-таки, да, вроде что-то и показано, да, но оно как-то в другой плоскости, что ли, показано. У нас, вот, что вижу, то несу, то и творю, да, показываю, то есть, и у нас почему-то считают, что это норма, и есть выражение, да, «people have it», то есть, люди считают, что, ну, people have it, то есть, давайте вот это сделаем, это актуально, это не актуально. Люди считают или people have it? Все-таки? Все-таки люди в большей степени нормальные. Я считаю, пусть эти фильмы будут, не нужно ограничивать этих, в кавычках, режиссеров этих действий, да, то есть, пусть эти фильмы там будут, ну, пусть они будут в каком-нибудь пятом зале, там, какого-нибудь киноцентра в подвале, да, и в какое-нибудь время после 24.00 и жестко 18+. То есть, пусть эти трейлеры крутят перед фильмами этой же категории. Если человек подписывается на такое, как бы, ниже поясное кино, то он уже знает, что вот он заплатил, но хочет посмеяться, да, просто, да, отключается мозг на полочку, да, люди просто там едят попкорн, смотрят. То есть, пусть эти фильмы будут, то есть, я не против, да, но не в такой смеси, да, не надо смешивать искусство, творчество, да, когда люди наслаждаются, и вот это низменное кино. Ну, опять же, да, какими методами прокатчиков, какими методами кинотеатра заставить, разграничивать? Нельзя ведь человека научить быть этичным, да, вот… Нельзя, да, здесь вопрос этики, да, то есть, кто на сколько, да. Это вопрос воспитания? Воспитание напрямую, это вопрос воспитания, да. Получается тогда, что если мы сейчас вот в таком ракурсе начнем воспитывать детей, которые когда-то станут не на прокатчике, он на сколько лет у нас на это уйдет? Ну, целое поколение, наверное, да. То есть, ну, в любом случае, весь этот путь, он неверный, вот то, что сейчас происходит, да. То есть, у нас все больше вот дозволено, даже просто вот 10 лет назад в школе я учился, даже какие-то слова, какие-то такие резкие, дошкольные, скажем, слова, раньше при родителях, ой, там, да, то есть, это как-то не было, сейчас это норма, сейчас даже где-нибудь, ну, в обществе, да, там, это норма, это может озвучить ведущий, все захлопают, да, что, а, это классно, да, то есть, мы стали более подвержены вот этим, да, то есть, рамки все расширяются, но есть все равно. Мы стали более свободными или все-таки уровень вот этот? Упал уровень полностью, упал, то есть, уже как бы вот он вышел за, вот здесь какие-то вот самые такие грани, вот уже идет выливание за эти, как бы, грани, выше которых уже вот как раз моя реакция уже и пошла. Я говорю, если бы я сходил только с братом или с какого-нибудь там, ну, там, моего возраста, да, там, посмеяться, там, побалдеть, да, может быть, я вышел спокойно, вообще бы ничего не было, да, просто замечание, но мне было предельно стыдно перед моими родителями, то есть, я так воспитан, я не могу, ну, а как влиять, то есть, вот, да, отвечая на вопрос, трудный вопрос, здесь нет однозначного ответа, как влиять на это все, да, то есть, вот, я считаю, что, ну, вот, метод ответной реакции, он тоже метод, тем не менее, ролик убрали, ролик убрали, сейчас он не идет, люди могут спокойно прийти на данный фильм насладиться, ролик убрали, то есть, чем больше будет ответной реакции от простых граждан, потребителей, да, то есть, везде, и, там, интернет, журнал, там, да, и где угодно, да, люди будут задумываться, я считаю, здесь вопрос престижа, то есть, я предложил, допустим, киноцентру, да, «Галактика», почему бы мне сделать репутацию первого в городе кинотеатра, в котором идут только семейные фильмы, без какой-либо, там, ноготы и так далее, да, мне кажется, это круто. А в коммерческом плане, насколько это, вот, по вашему, абсолютно выгодно, коммерческая идея? Абсолютно выгодно, люди нормальные, у нас большинство пойдут на эти нормальные фильмы, то есть, кому не нравится, ну, я не знаю, то есть, здесь, опять-таки, вопрос воспитания, мы возвращаемся к воспитанию, то есть, все равно, этот процент таких фильмов 18+, он все равно ниже, я считаю, вот, именно тот формат 18+, когда, вот, мы говорим про, вот, муви 43, да, то есть, он все равно меньше его, да, пусть он будет, но где-нибудь, вот, там, далеко. Мы будем надеяться на то, что этика, справедливость и хороший вкус победят, в итоге, спасибо, что пришли к нам и рассказали об этой ситуации, ну, и показали, что действия одного человека, на самом деле, могут сделать очень неплохо для целого ряда других нормальных людей. Спасибо вам. С клипмейкером и видеографом Ильей Барановским мы говорили сегодня о том, чем СМИ похожи на кинотеатры и какого контента хочет, а какого не хочет конечный потребитель и как он может на этот контент влиять. Меня зовут Александр Жиров, в эфире была программа «Точка.Ж». Смотрите нас в следующую пятницу на канале РБК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова